Всем привет! Доброе, бодрое утро! Вот так я выгляжу с утра. Возраст берет свое. Ладно, шутки прочь. Хотя какие шутки? Отвезла сегодня детей. Сегодня, кстати, среда. Сейчас уже полдесятого утра. К половине девятого я отвезла их уже в третий раз. Третий раз. Это замечательная штука, оказывается. Кто не знает, у нас в деревне, хотя это, наверное, в любой швейцарской деревне, в городе, есть такая организация объединения мам и пап. И кто помнит, когда дети были младше, я постоянно ходила их взвешивать туда. Там у них есть еще крабл-группы, когда мамы по вторникам собираются, пьют кофе, дети играют. Там очень, там, две-три комнаты, полно игрушек, дети развлекаются, мамы общаются. Такой способ социализации и не заглохнуть дома с ребенком. Это все, как бы, любой маме доступно. Но если вы являетесь членом клуба, это стоит 40 франков в год, то многие вещи вам бесплатны или же с уценкой. Например, вот эти вот крабл-группы, там кофе можно попить и с собой, там, круассан взять, например. Там, конечно, вы его не купите. Чтобы не платить 5 франков, например, если вы член клуба, то вам это бесплатно. Понятно, что это чепуха 5 франков. Но по средам, например, и по пятницам они присматривают за детьми. Причем возраст не важен, то есть они берут даже самых маленьких, что очень круто, потому что, в принципе, пристроить их некуда. Например, в актив-фитнесе мне надо находиться самой, чтобы оставить детей. А шпиль-группа, она только от 2,5 лет и садик от 4, то есть девать детей некуда, по сути, если тебе нужна передышка. И вот по средам пятницам у них стандартная цена 25 франков с половины девятого до половины двенадцатого. И второй ребенок получает скидку 5 франков. Но если вы являетесь членом клуба, то вам не 25, а 15 франков. И, соответственно, второй ребенок будет стоить 10 франков всего лишь. Тут уже выгода заметная. В прошлом году еще я стала членом этого клуба, но так и не довела ни разу детей до этой группы. То есть 40 франков так проплатила, но... В этом году хотела даже отписаться, но они мне прислали сначала счет. Я его проигнорировала, думаю, ну, отморожусь. Типа, как будто его и не было, но они через месяц прислали манунг. То есть напоминание о том, что счет не оплачен. И Филипп сказал, как идти спорить с ними, лучше заплатить. Подумаешь, ну, 40 франков, может, и детей отведешь хотя бы раз за все время. Плюс крабл-группа, и какие там у них постоянно кружки, и там чего-то они организовывают для детей. Там вот перед Рождеством они то вырезают вот эти ребе-лихтли. Кстати, скоро будет ребе-лихтли умцук. Вернее, в нашей деревне он уже был в воскресенье. Но была такая жуткая погода, ураган практически, с сильным дождем, и мы решили не пойти. Что такое ребе-лихтли умцук, я, по-моему, рассказывала в одном из видео. Ссылку на него я оставлю внизу. Но если в двух словах, то это детки вырезают из репок, редька. Вот, наверное, редька это. Они вырезают внутренность, вокруг красиво украшают, потом свечечку внутрь кладут. И на веревочке ходят по улицам с родителями, поют песенки. Это как бы в ноябре в каждой деревне точно раз проходит. Такое вот мероприятие. Детям это очень нравится. Это, ну, часть швейцарской культуры. Не знаю, откуда ноги растут. Надо будет, наверное, почитать. Но с Себастьяном мы до этого ни разу не попадали. В прошлом году мы хотели, но как раз тогда у Себастьяна была вот эта вот руки-ноги-рот. Вот эта инфекция. И мы решили не рисковать. В том смысле, что зачем других детей заражать специально. Хотя у него уже практически проходило все. Но нам врач сказал, что месяц остается ребенок заразным. И вот в этом году муж поехал утром в субботу. Вырезал с Себастьяном вот эти вот фонарики для Флориана вырезали. И представляете, воскресенье. Он ждал, он очень ждал. И в воскресенье такая ужасная погода случилась. И я посмотрела в соседней деревне. Это будет вот в пятницу, то есть через два дня. И я надеюсь, наша репка не сгниет на балконе. И мы успеем походить, попить песенки. И обязательно вам сниму, насколько это будет возможно. Чтобы вы понимали, я не снимаю в общественных местах не потому, что мне это не нравится. Мне некогда, мне не хочется. А потому, что в принципе это часто запрещено. То есть люди, швейцарцы, они могут потребовать удалить видео или фотографию. Если они вдруг попали в кадр, и они не хотят там быть. Многие закрывают глаза, когда видят, что я снимаю что-то. Но надо понимать, что я очень сильно рискую. Поэтому буду снимать по возможности. Можно, конечно, срезаться на то, что я снимаю своих детей, а вы попали в кадр. Но не всегда это работает. Вот. Так вот, сейчас я завезла своих детей в эту вот... Как бы это назвать? Там они под присмотром. Это называется Kinder Betroing. То есть присмотры за детьми. И вот это уже третью среду. Я их оставляю по пятнице. Мне нет смысла оставлять в пятницу. Себастьян идет в шпильгруппу. Он должен быть в без пятнадцати девять уже на месте. И мне получается слишком много головняка, чтобы сначала Флориан отвезти к полдевятому. Там оставить. Не факт, что он захочет один там оставаться. Потом привезти Себастья сюда сдать. Потом забрать их по очереди. Короче, я Себастьяна просто отвожу в шпильгруппу. И надеюсь, что к маю месяцу Флориан тоже пойдет в шпильгруппу. И для меня это будут вообще просто чудеса. Эй, свобода практически. Я не знаю, кто бы знал, как мне сложно куда-то пристроить детей, чтобы хоть немного отдохнуть. Поэтому в такие моменты, когда детей нет дома, я даже не знаю, за что хвататься. То ли за свой фотошоп, то ли книжку почитать, то ли чай попить, то ли в квартире убрать. Ты бегаешь и не знаешь, что же делать. Столько дел. Вот. Так что решила сегодня просто дать себе передышку. И сейчас попью себе чайка, почитаю книгу, которую мне давно пора почитать. Вот. И скоро поеду за детьми опять. Кстати, у меня некоторые девчонки спрашивают. Они видели это. Я еще, наверное, больше года назад публиковала видео, что я купила вот эту машину от Кен. Вот. Это Sense модель. Меньшая модель. Есть больше по размеру с чашей. И просили рассказать, насколько я довольна, и стоит или не стоит покупать. Тем более, что сейчас в копе проходит акция от KitchenAid. За то, что вы собираете пункты, вы можете машину от KitchenAid, их стандартную модель, купить там то ли за 70% цены. Ну, то есть, около того. В общем-то, мои пару слов в копилку, может быть, вам будет полезно. Я не скажу, что я пользуюсь этой машиной каждый день. Нет. Смогла бы без нее я прожить. Смогла бы. Легко, на самом деле. Купила бы я эту машину снова. Купила бы. Если у вас есть возможность, если у вас есть деньги, купите себе такую машину. Гораздо вероятнее, что вы начнете намного чаще печь что-то или готовить, потому что все-таки она мотивирует этим заниматься, тем более, что к ней, ну, к Кенвуду, по крайней мере, есть разные дополнительные гаджеты, которые вы можете покупать. Например, там штука, которая нарезает, или вот у меня есть вот этот вот термоглаз, вот этот вот, который взбивает смузи, супы, пюре. И, в принципе, разные полезные штуки, которые докупить. Я, например, хочу докупить соковыжималку, хочу докупить, у меня есть одна штука, которая кубиками режет. Я еще хочу докупить штуку, которая просто нарезает, вот, например, там соломкой, или натирает. Иногда, там, например, мы покупаем кусок сыра пармезана, и было бы классно, чтобы она натирала. Вот мы покупаем иногда тертый уже сыр, но гораздо выгоднее, я думаю, покупать кусок сыра и самому натирать, чтобы потом посыпать пасту или там пиццу. Вот, так что, не знаю, какая из машин лучшей понятия не имею. Многие хвалят KitchenAid, многие хвалят Kenwood. У каждой из них есть свои плюсы. И я, когда, вот, меня смотивировала невеста моего брата, она сказала, что большой плюс вот Kenwood, то, что у нее одновременно, если, например, ты подсоединяешь и сюда что-то, и сюда можно что-то подсоединить. И эта часть, они, когда ты включаешь, одновременно крутятся все. То есть, теоретически, ты можешь использовать сразу три части этой машины. Насчет KitchenAid я не знаю, но, что я слышала, лучше, чем KitchenAid, никто не замешивает тесто. У этой машины, может быть, это модель такая, может быть, все Kenwood этим страдают. Но именно у нее, например, надо, если я замешиваю какое-то тесто или смешиваю какие-то продукты, может быть, такое, что мне приходится открывать крышку и лопаточкой со стенок собирать все, иногда даже снизу. И потом дальше опять ее включать, чтобы не получилось так, что она смешает только центральную часть, а по бокам останется налипшая на стенах. Такое бывает тоже. Вот это вот меня, конечно, подбешивает. Но в целом мне очень нравится, и я нахожу эту машину очень полезной в хозяйстве. Вот еще, смотрите, что у меня появилась, хлебопечка. Причем я ее не хотела, я не мечтала никогда. Но Филиппа, дядя, просто ни с того ни с сего, он купил себе изначально, потом приезжал к нам в гости со своей подругой. И так нам хвалил эту хлебопечку. Ну мы с Филиппом такие, да, да, ну классно, ну то есть у нас есть машина от Кенвуд, если мне хочется хлеба из печи, я в ней замешиваю, потом пеку просто в духовке. Я не знаю, что они там себе подумали, но они купили нам, в общем-то, такую же хлебопечку. И я сначала была в шоке, потому что у меня на кухне места просто для нее нет, теперь она стоит вот посередине, что называется ни туда, ни сюда. Но, к своему удивлению, мы пользуемся, ну как минимум раз в неделю, чаще всего два раза в неделю. Я мне пекла уже и панетоны, я мне пекла три или четыре разных вида хлеба. И все получается очень вкусно и очень классно. Причем в разных магазинах можно купить готовую смесь для хлебопечек и с ней получается еще вкуснее и не так-то и дорого, даже, наверное, дешевле, чем просто готовый хлеб покупать. И еще один хинт, кто живет на границе с Германией, у них в Кауфланде эти смеси вообще копечные. То есть мы когда зашли, мы в шоке были, нам дядя Филиппа рассказал, что он покупает там, он как раз живет на границе, ему там 10 минут до магазина. И он нам сказал, что они там что-то по 80 центов смесь. Одной пачки смеси хватает на два таких приличных 750 граммовых хлебца. То есть такие приличные. И то есть получается два хлеба за 1 евро, даже меньше, но это очень круто. Я понимаю, что те, кто живут в Германии, им может быть и невыгодно, потому что у них готовый хлеб. Можно купить за евро огромную буханку в Швейцарии. Получается даже очень выгодно. Причем я сегодня была в Алде и видела, что у них тоже есть смесь для выпечки хлеба. И она стоит 2 франка. То есть ее же тоже хватает где-то на два таких приличных хлеба. Поэтому обратите внимание, вдруг кто-то, у кого-то уже есть хлебопечка. Или кто-то просто печет хлеб, потому что смесь для выпечки хлеба не обязательно же для хлебопечки. Можно печь и в обычной форме, например, в духовке. Отлично все подойдет, все будет классно. Вот, так что теперь вот у меня на один гаджет больше. Вот она такая. Вот у меня когда-то у мамы, когда я еще с родителями жила, у мамы хлебопечка. По-моему, она даже есть и она ей пользуется. И я когда пекла, у меня ничего хорошего по сути не получалось. Ну вот, с этой все отлично. Вот, кстати, она очень недорогая. И, по-моему, ее можно купить в Ланде. Я не уверена, но она что-то около 50-60 франков. И гарантия у нее, ребята, не поверите, 5 лет. 5 лет гарантия. Где вы такое еще видели? Это просто уму непостижимо. В общем-то, на этом буду закругляться. Надеюсь, что видео вам было полезно или хотя бы интересно. А я пока займусь своим bullet journal. Дошли у меня руки, и я понимаю, что мне надо этому уделить время. И для меня эта система относительно нова. Хотя я давно хотела и давно собиралась как-то себя больше организовать. Потому что у меня голова пухнет от информации, которую нужно держать и не забывать. И, в общем-то, просто ежедневник, просто ежедневника мне мало. Я вам говорила уже в одном из видео, что лучший способ ничего не забывать, это просто все записывать. Да, я записываю очень многое, но дело в том, что я записываю везде, по всей квартире. И мне потом, чтобы найти что-то, я трачу практически столько времени, сколько я бы опять полезла в интернет и нашла опять эту же информацию. И это меня ужасно раздражает. И вот пока что это не идеальный вариант. Конечно, это мой какой-то очень давний блокнот, который я пока что взяла за основу bullet journal. Потому что пока я закажу, пока я получу или найду тот, который мне хочется, я, скорее всего, возьму тот, который все советуют. Это от марки Leuchtturm 1917, который точечками размаркирован. И, скорее всего, я буду работать с ним. Но пока что, чтобы посмотреть, как у меня получится, не получится, понравится или нет. В конце концов, сейчас середина ноября. И до Нового года осталось полтора месяца. Это как раз будет мне показатель того, что работает эта система для меня или нет. И стоит ли на нее вообще переходить. Поэтому на полтора месяца мне точно хватит этого блокнотика. Потом нужное из него я перенесу в свой новый журнал. И, естественно, я думаю, скорее всего, я не буду отказываться от своего маленького малискина. Хотя сама система bullet journal, если вы с ней не знакомы, обязательно посмотрите видео в интернете. Их уйма, почитайте. Это очень интересно. Это очень полезно. И если эта система работает, то она просто реально выручает. И ее можно, что мне очень важно и очень нравится, то то, что эту систему можно подогнать под себя. И выработать именно ту систему, которая будет подходить именно вам. Поэтому, ребята, всего вам хорошего. Будьте здоровы и до скорых встреч. Пока-пока.